Понятно, что гражданская война на Украине сказывается и в Приднестровье. Грешно смеяться, но в Одесской области на границе с непризнанной республикой украинцы роют бессмысленный 450-километровый ров. Боятся вторжения. Ну и всё такое. Это с одной стороны. С другой Кишинёв, который самоубийственно всё ещё держит курс на Европу, не считаясь уже очевидными потерями. Из Приднестровья Александр Балицкий. Разрекламированный украинским премьером Яценюком амбициозный и помпезный проект Стена по взведению укреплений на границе Украины с Россией уже добрался и до Приднестровья. Украинцы усилены... ...километров украинские пограничники осилили всего 35. Закончилась солярка. Новый приказ сбросить все силы на разрушение полевых дорог, ведущих к Приднестровью. Детство наше, молодость. Мы ходили в Кучурганскую школу. Но никогда нас никто не упрекнул. А вот ты пришла с Молдавии, ты молдаванка. Не было этого. Что наговаривать? А сейчас, да, идешь и страшно. Пустят, не пустят пройти. С каждым днём на погранпереходе людей всё меньше и меньше. Одни идут в соседнее украинское село за продуктами. После обвала гривны покупать их в незалежной Приднестровцам намного дешевле. Другие к родственникам. Кроме паспорта непризнанной республики, с которым границу не пересечь, здесь у всех молдавские, украинские или российские документы. Но мужчинам, гражданам России, въезд на Украину теперь фактически закрыт. Было отказано в проезде на территорию Украины более чем 500 гражданам России. Это только те, которые подошли и сообщили пограничникам о том, что им отказали в проезде. То есть есть ещё люди, которые просто не подходили, не сообщали, а взвернулись и ушли. Ну и, естественно, абсолютное большинство граждан указовой категории сейчас просто в Украину не проезжают. А вот тех, у кого паспорт с трезубцем, иногда очень даже ждут прямо на пункте пропуска. Это офицеры из военкомата. Мобилизацию против кого мобилизировать? Сами против себя что ли? Вообще дуристика какая-то. Нейтральная полоса Приднестровско-Украинской границы. До пропускного пункта Кучурган, это украинская сторона, метров 200. Уже отсюда видно, что все подъезды к ним оборудованы огневыми точками. С наблюдательной вышки обзор лучше. Мешки с песком по углам. Это снайперские пары. Сбоку дымит полевая кухня. В палатках ежедневно от 70 до 100 бойцов. Киев усилил погранзаставы нацгвардии. Для поднятия боевого духа в приграничных районах Одесской области, говорят, даже ездят микроавтобусы с громкоговорителями, запугивают местных приднестровскими танками. Родственники звонят из Украины, говорят, вы что, на нас хотите напасть? Мы говорим, ну что, это Приднестровье меньше Одесской области, если взять все это Приднестровье. Да и зачем нам это надо? Нападать на Украину это полный бред. На рынке в Террасполе только и разговоров, что о соседях. Я сам украинец, мне больно смотреть. Там люди или они что-то курят, или может быть что-то пьют, но они какие-то неадекватные. Столько детей гибнет, столько матерей гибнет, жен гибнет. И Европа молчит почему-то. Украинские события по Приднестровью бьют рикошетом. Многие годы находящаяся в экономической блокаде со стороны Молдовы, непризнанная республика получила мощный экономический удар. Теперь и со стороны Украины. Мы практически полностью потеряли рынок Украины. В 2014 году эти поставки практически полностью, скажем так, исчезли. Дело, конечно, не только в потере украинского рынка. 80% продукции из Приднестровья все равно ведь шли в Россию. Один из крупнейших заводов «Электромаш», где выпускают мощные двигатели для энергетики, как и все предприятия республики, ориентирован на экспорт. Но везти в Россию можно только через Украину. Через неё же ввозить сырьё. Ни то, ни другое Киев не даёт. Приднестровским властям уже пришлось вынужденно срезать треть от зарплаты пенсий. То, что не додают, зачисляют в долг, который пока платить нечем. Есть, конечно, большая угроза социально-экономического коллапса. Позволю себе смело предположить, что, собственно, это и есть самоцель тех, кто в Молдове и Украине координирует эту политику. Да, задача сделать нас бедными и, как это сейчас называется, договороспособными. Впрочем, свой путь, говорят в Приднестровье, здесь давно определили на референдуме с Молдовой не по пути. И даже сейчас, когда из-за двойной экономической блокады местные предприятия остались без заказов, тут надеются на российскую помощь. На неё здесь обеспечивают население теплом и газом, строят дороги и детские сады. Бубуруза на Молдавском Божье коровка. Единственный, похоже, не только в Приднестровье, по-настоящему молдавский детский сад. Всё самое лучшее, самое современное. Это поддержка молдоговорящих людей. Это гуманитарная помощь Российской Федерации. Таких детских садов в республике будет пять. Книжки для малышей с аутентичной кириллицей. В Молдове таких уже не найти. Тотальная руманизация. Кишинёва ведь не ограничилась переходом на латиницу, но и исказила язык румынской грамматикой. А Террасполь всегда считал себя трёхязычным. Русский, молдавский и украинский. Равноправные и государственные. За это и сражались. Отстаивая право написать в Конституции, Приднестровская Молдавская Республика – суверенное демократическое государство. Когда Молдавия решила оружием доказать, что приднестровцы такого права не имеют. В эти дни в Приднестровье снова вспоминают те события. 2 марта 92-го после убийства милиционера в Дубосарах тлеющий конфликт на Днестре перерос в кровавое противостояние. За несколько месяцев боёв здесь официально погибли больше тысячи человек. Дальнейшее кровопролитие удалось остановить только благодаря российским военным. Российские миротворцы и сегодня обеспечивают здесь безопасность, словно живой щит, разделяя молдавских и приднестровских силовиков. Их присутствие – это для нас просто гарантия спокойствия, наверное, и какой-то надёжности. Для меня, во всяком случае, и так. Посмотрите, разрушение грунтовых дорог на Украине, какие-то миномётные батареи. Пусть ребята стоят и стоят. Александр Балецк, Ренат Горей, Вадим Клеван.